В начале октября в России отмечают День пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус. Его учредила Генассамблея ООН в 1990 году. В Люберцах для представителей старшего поколения состоялся праздничный концерт. Как поздравили седовласых виновников торжества, расскажет наш корреспондент. Местом встречи людей старшего поколения по традиции стал Люберецкий дворец культуры. Задолго до начала концерта в фойе актового зала уже не было свободных мест. День пожилого человека – еще один повод встретиться со старыми друзьями. Хотим поблагодарить наших депутатов, наших организаторов, что они нас не забывают, что они нам преподносят такие сюрпризы, концерты, подарки. Мы очень всем благодарны. Всем большое-большое здоровья, удачи, долгих-долгих лет. А нашему руководству, чтобы она заботилась о нас только так, как сейчас, и еще лучше. Спасибо-спасибо всем большое, от всей души. Виновников праздника порадовали своими выступлениями детские творческие коллективы. Со сцены прозвучали поздравления от представителей духовенства и руководства городского округа Люберцы. Сегодня ваш день, сегодня ваш праздник. Хотя какой-то один день определить для людей, которые на протяжении всей своей жизни трудились, создавали новые объекты на территории нашего города, на территории нашей страны, воспитывали молодежь. Конечно же, одного дня мало. Я желаю только всем здоровья, здоровья вам, здоровья вашим семьям, чтобы мы все развивались, чтобы Люберцы становились еще краше, комфортнее, чтобы в нем было приятно жить, воспитывать детей, внуков. В городском округе Люберцы проживает более 80 тысяч людей старшего поколения. Около 12 тысяч посещают клуб «Активное долголетие». На концерте представители сообщества, которые посещают занятия по скандинавской ходьбе, выступили с показательным номером.